всем привет меня зовут дима силипанов и мы снова у меня на студии у меня недавно вышел дебютный альбом и сегодня нам пришло в голову показать один из треков с этого альбома рассказать как он сделан что я какие техники применял в общем такой разбор трек называется континуа и я бы предложил вам его сначала послушать ссылка на трек будет в описании к видео а потом посмотреть это видео и выбрали мы этот трек потому что в нем сочетается довольно много всего там есть живые струны и там есть живое пианино вот фортепиано на моей студии там есть электронные фактуры и много всяких художественных решений надеюсь вам будет интересно поехали я надеюсь у вас была возможность послушать трек и сейчас мы можем с вами посмотреть на сессию сейчас окунемся в кубейс это программа в которой я пишу музыку в которой я аранжирую музыку и в общем то практически всегда записываю и я специально выбрал проект во первых довольно высокой сложности это первое а во вторых то что он сейчас не доведен вот то что я вам сейчас буду показывать это не финальная стадия работы над проектом идея была в том что мне кажется чуть более интересно посмотреть на то как это выглядит когда человек еще работает над этим чем на какой-то финальный продукт который уже сведен все очень красиво выглядит все треки находятся на своих местах все покрашено названы и так далее вы сейчас увидите типичный мой проект который в себе еще имеет очень много мусора очень большое количество элементов от которых я потом отказываюсь дорожки находятся где попало иногда что-то названо одним образом что-то не названо вообще мне очень хорошо все понятно но для человека который просто бы открыл этот проект наверное было бы сложно разобраться я просто кажется это чуть честнее и наверное чуть любопытнее с точки зрения зрителя увидеть процесс все таки не в своем его финале финале а в общем то в каком-то таком еще промежуточном состоянии с точки зрения каких-то художественных задач ну я не знаю как описать эту музыку и жанров и так далее мне очень интересно было попробовать исследовать вот мир условно-танцевальной музыки со стороны какого-то более такого ну вот есть например в барочной музыке традиция там танцев которые на самом деле несли за собой только оболочку и форму танца а внутри там это могло быть очень трагичным по содержанию произведением и глубоким и так далее мне показалось что это интересно потому что в современных реальных пишется очень много танцевальной музыки и мне было очень интересно попробовать элементы такой музыки интегрировать в какую-то совершенно другую инструментовку и наоборот условно академическую инструментовку и наоборот посмотреть как академические инструменты себя будут вести и сочетаться с какими-то типичными ритмами и приемами с электронной танцевальной музыки поехали переносимся в кубейс здесь список дорожек вот мы сейчас находимся на самом верху это струнные записанные слоями струнные 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 и всякие разные процессинги группы и так далее дальше идет пианино смонтированная также тоже слоями вот еще слой пианино и так далее и дальше всякие там пойдут уже эффекты синтез и барабаны давайте будем играть прям наверное по кускам эту музыку и разбираться что происходит в каждый конкретный момент трек открывается с основного своего рифа это как раз такой типичный для танцевальной музыки ритм этот риф был записан мною на фортепиано вот и потом я сейчас я проиграю и потом расскажу как как сделано было то что вы услышите что вы увидите в следующем видео вот и 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 Давайте здесь остановимся. Ну, во-первых, самый главный элемент этого куска — это фортепианный лук, вот этот вот наш. Звучит он немножко испорченным таким сознательно, такой чуть, в общем, ретро по характеру звук. Это результат следующих действий. Было записано фортепиано, которое звучало очень красиво, и потом была использована гитарная педаль, и пропущен был звук через неё, и вот он приобрел соответствующую характерную такую краску. Во-первых, он дрожит, во-вторых, у него гуляет звуковысотность. Пич чуть-чуть это всё делает немножко фальшивоватым, как будто бы это пластинка немножко. На этом канале уже никаких обработок нет, потому что вся обработка была сделана до этого, и это просто чистый сброс. Давайте посмотрим, что ещё здесь играет. Здесь есть дорожка с фалями. Я люблю записывать всякие шорохи, то, что считается, я не знаю, наверное, кем-то может считаться как мусор. Мне кажется, что в каком-то контексте определённом это даёт какую-то свою глубину и красоту. Вот такие вот звуки. Что ещё? Здесь есть ещё сэмплер, который, гранулярный синтез производится над тем самым фортепианом лупом, который я записал. Вот его результат. Кусочки, маленькие кусочки из этого фортепианного лупа как джек-со перескладываются в совершенно хаотичном порядке, и заодно каждый из них ещё и переворачивается и играет от конца к началу, а не от начала к концу. Автоматизация громкости и насыщенности, скорости этого эффекта. Тоже из этого же самого лупа. Стараюсь вот в интро держаться максимально по материалу однообразного, однообразной, как сказать, природы возникновения материала. То есть все эффекты сделаны из одного первоисточника на самом деле. Здесь вот мы можем видеть, что я транспонировал вот этот вот кусочек. Он был изначально на октаву выше. И ещё какие-то дилеи. Ну, в общем, я не буду сейчас прям все дорожки показывать, мне кажется, примерно понятно. Да, это тоже, кстати, результат деятельности педали этой замечательной, которую я показывал. Тот же самый луп, но он проигрывается, видите, октавой ниже, замедляется, в общем, с ним популяции всякие происходит. Да, давайте посмотрим, что ещё происходит в интро. Здесь звучат струнные и звучат синтезаторы. И вот это для меня важный момент, потому что здесь я стараюсь стереть границу между этими тембрами. Мне хотелось, чтобы не было бы чёткой такой вот, вот они, восприятие, чтобы не было такой границы перехода. То есть мне хотелось, чтобы это было бы очень похожим тембром, который непонятно какой природы. Вот они. То есть они друг друга имитируют как бы. А вот вместе с интами. То есть это, в общем-то, пед, который состоит с одной стороны из двух-трёх синтезаторов, а с другой стороны из слоя струнных инструментов. Струнный — это квартет. Соответственно, две скрипки — альт, филончель. И мы в этом альбоме пошли таким довольно необычным путём. Мы использовали вместо современных струн. Мы использовали жильные. Это нас приближало к звучанию так называемых аутентичных исполнителей на барочных инструментах. То есть мы пытались как-то такой чуть-чуть более исторический взгляд на инструмент на струнные и звучание его. С одной стороны. С другой стороны у нас это сочетается с электроникой и современными какими-то электронными ритмами. Это чисто художественное решение. А в синтезе вот здесь звучит синтезатор Deckard's Dream, замечательный совершенно, и Джуна. Поехали дальше. Следующая секция — это основной риф уже, то есть первое появление полноценного звучания фортепиано у этого рисунка. Поехали дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше пошла тема. Давайте остановимся здесь. Фортепиано, наверное, нет смысла разбирать, она звучит как есть. Вот единственное, что можно посмотреть, что каждый слой записан на довольно большое количество микрофонов. Два ближних, один центральный, два чуть дальше и два рума еще. Здесь вот вы видите даже не сброшенный еще монтаж. То есть это вот результаты реально записи. Можно видеть, что я здесь вот чуть работаю с ритмом, где это нужно. Довольно сложная фигура. На каждом канале есть какая-то эквализация. Это нормально. Потом каждый из них посылает свой сигнал в группу соответствующую пиано-мастер. Отсюда уже распределяется по реверберациям, еще немножко эквализируется и компрессируется тоже. Ну это уже звукорежиссура. В общем-то здесь в рамках этого проекта у меня нет задачи очень сильно углубляться в звукорежиссура. Я больше хотел бы, наверное, с точки зрения написания и аранжировки музыки об этом поговорить и, может быть, о каких-то художественных задачах рассказать. Потому что это все равно предварительная звукорежиссура, которая просто нужна для того, чтобы собирать трек. Едем дальше. Здесь самое главное событие — это вступление барабанов и баса. Вот. Ну, сейчас мы их найдем когда-нибудь. Вот они. Это вот наша танцевальная основа. То есть это некая константа, которая, в общем-то, практически весь трак пронизывает и который задает ему движение и жанровость. Вот вся музыкальная основа — это уже инструменты, синтез и так далее. Здесь продолжают появляться какие-то эффектики. Сейчас попробую какие-нибудь из них отыскать. Ну вот всякое вот такое, такие вот мелкие события, которые просто призваны внести разнообразие. Да. Продолжают играть. Сейчас найду это. Синтезаторы. Здесь имитируется сайдчейн эффект, так называемый. Ошмётки от декорда звучат. Сейчас расскажу вам о том, как расскажу про это решение, на самом деле. Сейчас я хотел добраться до вот этой вот музыки, показать ее тоже. Это ритмические фигуры, которые созданы из суммы вообще баунсов всего трека и путем там эффектного какого-то там, использования эффектов на весь этот баунс в другой вообще программе. Процессинг определенно производится, и программа начинает выдавать. Ну вот вы услышите сейчас вот такую музыку. В ритме партии хай-хета звучат гармонии трека. Такая вот сложная немножко комбинация, но мне нравится, потому что это получается что-то среднее между ударным инструментом и находится в груве ударных инструментов, и тональных инструментов, которые звучат и так. Да, это вот как раз то, что несет как бы основной там мелодический какой-то наш слой, и он опять-таки продолжает вот эту вот линию переклички между синтезом и струнными. Вот верхний элемент, который я сейчас включал, это были струнные, а сейчас я их поставлю вам в смесь синтезом, и тут будет слышно, как они между собой все время одну и ту же музыку играя перекликаются. Здесь какой-то в конце происходит интересный фальш у струнных, сейчас попробую понять, как это сделано. Это фальш, который делается автоматизацией дилея, как вы знаете, если крутить скорость отклика у дилея, меняется питч. Вот он здесь как раз это и делается. Вот такой эффект. Поехали дальше, перемещаемся в появление темы нашей. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот постепенно развиваются все те же самые идеи, которые заявлены с самого начала, то есть каких-то больших контрастов не происходит, но просто постепенное насыщение фактуры, которое... Сейчас разберемся, как оно сделано, собственно. Ну, во-первых, здесь вступает еще один бас, и это классическое решение неуверенного в себе человека. Сколько нужно иметь одинаковых элементов, непонятно. На миксе мы от этого отказались, у нас в итоге играет только один бас, но в демо вот еще один бас. Это был мук. Красивый звук, мне очень нравится. Проблема в том, что либо надо 808, либо этот мук, потому что они конфликтуют, естественно, между собой и частотно, и вообще по функции. Поэтому выжил только один. Здесь есть живые элементы, что-то записанное мною, сыгранное. Есть элементы из синтеза, и есть элементы из каких-то лупов подрезанных. Ну, не знаю, сыгранные. Это вот, например, щеточками. Вот это вот тихо. Пока что тихо. Head. Ну, head состоит из двух элементов. Это сухой его сигнал. Есть еще комната его, условно. И к нему еще вот подмешивается вот такой. Который называется Modular Head. Его смысл в том, чтобы разнообразие внести, потому что очень повторяющаяся структура хета меня всегда очень пугают. Настолько повторяющиеся структуры. И поэтому вот эти вот коротенькие какие-то там челчки, они вроде как ее... Вот они чуть-чуть ее нарушают. Какая-то внутренняя там тоже драматургия какая-то появляется. Дублирует верхний синтезатор тему у струнных. Если надо сказать про тему у струнных, это довольно мучительно записано, потому что это флажолеты, это сложно. Флажолеты еще и на... Если меня изменяет память, это партия виолончели. Сложно это играть. Вот к ним есть еще эффекты из струнных сделанные. Это реверсы такие. Ну, в общем, довольно понятную функцию делают вот они. Запитченные. То есть на октаву низ перенесенные. Вместе вот так. Едем дальше. Сейчас послушаю, если ничего не забыл здесь. Да, здесь происходят всякие акценты. Во-первых, это единственное, мне кажется, во всем альбоме, если я боюсь соврать, но по-моему так. Использование сэмплов вот здесь вот. Они добавляются просто к основной записи струнных. Ну, просто для уплотнения здесь нету. Сами по себе они так себе звучат, но в паре с основными слоями струнных добавляют хорошо. Ну, во-первых, вот такой бас записан и сброшен отдельно. И еще какое-то количество эффектов из педали. Опять-таки из фортепиано сделанные. Они, в общем, работают в паре с этим басом. То есть они как бы к нему подводят. Они, в общем, работают в паре с этим басом. Здесь еще один элемент из танцевальной музыки к нам приходит. В таком совершенно типичном ритмическом движении для таких партий. Редактор субтитров А.Семкин Давайте здесь остановимся. Мы послушали вот райс, который произошел, который мы уже с вами разобрали. И дальше был кусочек рифа в субдоминанте. Ну, то есть мы немножко сменили тональный центр. Но ненадолго мы вернемся потом. Ничего здесь, мне кажется, такого сверхнового не происходит. Единственное, что вот у струнных, мне кажется, интересные подъезды, которые тоже немножко под влиянием синтетической музыки и того, что вообще возможно на синтезаторе придумывались мною. Да, это, в общем-то, первый раз, что мы переносимся в низкий регистр. У струнных до этого они играли очень высоко. И виолончельное соло, вот это мы наконец-то слышим, как бы инструмент в том диапазоне, который для него привычный, ну, органичный, вообще, к которому мы привычны все. Вот флажолеты остались позади. Здесь мы еще один такой слайд делаем у струнных. И дальше остаемся без баса, а функцию баса берет на себя фортепиано, который играет низкую ноту. Вот звук, это щипок по струнам. Немножко похож, наверное, чем-то на арфу. Ну, это еще один пример использования струнных и синтеза для одного тембра, для одного какого-то музыкального элемента. Вот струнный и синтез делают вот это. Это мы сейчас струнные услышали только. Сложность такого подхода в том, что когда ты записываешь инструменты, ты должен очень хорошо представлять себе, как их тебе нужно записать, в каких комбинациях партии. Для того, чтобы потом можно было бы с точки зрения звукорежиссуры индивидуальной с этим как-то работать. Поэтому вместо того, чтобы записывать струнные, например, все максимально одним ансамблевым пасом большим, я их делил по смыслу. Например, вот такие аккорды я записывал отдельно, потому что я прекрасно понимал, что я потом с этим буду делать уже. И мне для этого нужно было иметь этот материал в изолированном виде. А наоборот, тему в этом куске я написал другим дублем и так далее. Так, в общем-то, все и устроено в таком произведении. Все разделяется по каким-то группам, семействам. И уже при записи ты должен себе представлять, зачем ты и что делаешь. Это вот чисто дубль, где только тема играет. Дальше начинается большой райс, который нас ведет к первой большой кульминации. Здесь сохраняется наше ритмическое движение основное, вступает обратно 808-й бас. И происходит просто насыщение и гармоническое, и по аранжировке тоже. Сейчас попробую сначала сыграть, потом разобраться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поехали. Здесь довольно забавная партия фортепиано. Это типичная синтетическая партия Такого двухосцилляторного синтезатора, у которого один осциллятор настроен на басовую ноту, а другой на квинту через октаву. И, в общем, это и записано было на синтезаторе, но потом мне пришло в голову, что классно было бы это сыграть на фону. Это просто очень смешно и необычно для фортепиано играть такими немножко тупыми интервалами. Ну всё, и постепенно мы из этого выходим нормальную аккордовую фактуру уже, которая более присуща инструменту с разнообразными возможностями, на котором играют десятью пальцами, а не двумя обычно. Ну и этот рифф, он действительно дублируется в синтезе где-то. Послушаем, что ещё происходит. Моя персональная коллекция шейкеров вступает. Какие-то были сэмплы шейкера, а вот здесь ещё пупырка. Пупырка — это великолепное решение, которое мне посоветовал Антон Беляев. Он помогает очень восполнить функцию условно райда или хета, но не банальным каким-то образом. Это просто обычная пупырка у микрофона, который я мну. А, вот у нас теперь возникла как раз возможность познакомиться с элементом мета и узнать, что же это такое. Это плагин в реакторе, который называется Metaphysical Function. И если вы не знаете его существование, я вам крайне рекомендую с ним познакомиться поскорее, потому что это удивительная, удивительная вещь какая-то совершенно. Непредсказуемая, но если научиться с ней дружить, она может выдавать удивительные какие-то результаты. Это всё тоже он, этот синтезатор. Обычно я просто его открываю и записываю на нём очень большое количество разных фактур, потом их начинаю редактировать, стричь, питчить, если надо и так далее. Какой синтезатор может сделать такой звук ещё? Ну вот может показаться, что это очень простая партия, но на самом деле записать её не так было просто, поскольку вот эти вот подъезды между нотами, они должны быть очень выверены по времени, и когда это делают четыре человека, они должны это делать очень одновременно и очень вовремя. Это как бы первая ступень сложности. А вторая ступень в том, что у нас это сделано овердабом, то есть ещё один слой накладывается, и там ещё раз надо сделать это всем вместе, и теперь ещё и в том же ритмическом рисунке, что и основной дубль. Здесь ещё один последний эффект покажу, который для меня тоже очень типичен. Тремолятор перед кульминациями, некий раскручивающийся элемент. Очень часто, вот не в этом треке, но вообще часто я делаю такой элемент из баунса всего стереомикса, который я потом засула в какой-нибудь страшный дисторшн, и вот так раскручиваю поверх играющей музыки тремолятором медленно и бесповоротно. Давайте разберёмся, как устроена кульминация. Это я бринчу на своей ударной установке щётками, но как ударная установка? Это просто кик, по которому я играл и как бы низкий удар щёткой, и верхний по корпусу. Я вообще когда-то был барабанщиком в своей жизни, поэтому меня практически всегда тянет что-нибудь самому постучать в своих треках. Вот это очень тихо, в миксе мало слышно, но душа моя согрета ощущением того, что я тоже поиграл на этом треке на барабанах в очередной раз. Ну вот эта пупырка опять зазвучала во второй половине мы её слышали. Довольно много мелочей всяких, которые мне вот прям приносят радость. Не знаю, сколько они считываются, но вообще мне кажется, что не стоит экономить время на то, чтобы создавать разнообразные полифоничные такие фактуры, которые сами по себе и несут какое-то там разнообразие и драматургию, потому что это в любом случае, если это не конфликтует с другими элементами, надо в любом случае создать дополнительный какой-то интерес и вовлечение у слушателя. Вот можно сколько угодно времени провести над ритмической секцией, если вот это приносит удовольствие, то я бы не боялся такой траты времени, это на пользу треку. Какое-то количество синтезаторов играет риф вместе с фортепиано. Фортепиано все слышат, синтезаторы наверно тоже, но сейчас попробуем их. Это была зебра, вот еще к ней декард. И позже у декарда еще и арпеджио тоже. Весь трек довольно откровенно свингованный в плане ритмической организации, и поэтому все эти партии частично записывались, просто включил записи и сыграл, но частично набивалось миди сначала, потом оно в правильном процентном соотношении свинговалось, и потом уже выгонялось в синтезатор, и он его отыгрывал. В таких ситуациях точнее, конечно, поступить с миди, потому что очень важно, чтобы это ритмически было бы точно в груве. Так человек сыграть, наверное, может, но не нужно здесь, мне кажется. еще немножко свинга на невероятно разнообразном наборе нот. Мне нравятся здесь обрезки от струнных, то есть вообще я удалил все релизы, и остались вот такие глухие паузы абсолютно. Еще я потом автоматизировал реверберацию и повыключал в этих паузах. Получился просто обрыв. Но это, мне кажется, довольно яркое событие такое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ладно, это очень длинная кода, давайте ее разобьем на части и посмотрим, как они устроены. Собственно, ну в начале разве что про эффект стоит сказать, потому что фортепиано слышно, с ним все понятно, оно просто играет. Эффект вот этот вот, наверное, может быть интересен. Какой-то noise hit. С небольшим количеством эффектов. Если на самом деле, мне кажется, что здесь автоматизируется фильтр. Да. И посыл в реверберацию тоже в конце возникает. А реверберация зачейнена, то есть у нее пульсирующее четвертное движение, очень типичное тоже. Послушаем дальше. Да, кстати, то же самое происходит вот с этим басом, который тоже отсылается в эту же реверберацию и тоже чейнется, и поэтому они с noise hit склеиваются ритмически. Вот элемент называется кунь лонг. Какие-то отдельные события из синтеза. Очень, очень уничтоженные. Несчадно. Томы синтетические. Да, наверное, стоит здесь сказать о том, что kick состоит из двух элементов. Это низкий. Синтетический. Есть еще верхушка к нему до живого. Не знаю, сейчас мы его слышим. Мне нравится. Мне как-то приближает его что-то среднее получается между живым и синтетическим. Понятно, что основной его характер это синтетический, но этот элемент тоже как-то добавляет. Ну, мне его субъективно нравится. Здесь хоралл у струнных начинается длинный-длинный. На самом деле он был написан просто как обычное музыкальное написание музыки. Вне того, чтобы быть ограниченно сильно. аранжировка этой. Мне хотелось, чтобы это было самодостаточное в плане струнных часть. Там какая-то минимальная полифоничность и так далее. А аранжировка уже вокруг этого писалась. Далекие всякие капельки у фортепиано. Большой реверберации. Потом ниже еще и... Еще и низкие тоже вот такие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова сейчас хочу вам показать помимо живых шейкеров у меня просто есть еще и не живой тоже который я сделал сейчас хочу его найти попытаться она есть просто есть просто вот такая вот вот они шейкер это просто сайдчейн на белом шуме на этот это было сделано в синтезаторе зебра это просто уже сброшено тоже из белого шума шейкер мне кажется он когда появляется его прям хорошо слышно поэтому я о нем вспомнил а вот это он наверное да сейчас это его первоисточник вот вот это точнее их два час я все понял короче я все разобрался вот это 12 это он уже просто в аудио только есть едем дальше давайте послушаем вот эти вот арпеджио синтетические вот это вот не арпеджио на самом деле есть вот элементы которые не пережили они например вот этот элемент он мне до сих пор дорог моему сердцу я вот переживаю что я вынужден его был выключить он конфликтует со струнами а сам мне прям слезно слезно переживаю на самом деле ты такой фикс твин но как только я его открываю в микс я сразу понимаю почему его в итоге вынужден был удалить вообще у меня процесс так часто строится что я очень много вбрасываю каких-то идей не пытаюсь на первом этапе для меня вот эта творческая составляющая она важнее я не пытаюсь пока что мыслить сверх в жестких рамках и потом как бы целый большой чем процесс потому чтобы отсеять хорошие от плохих оставить там интересные какие-то решения конфликтующие разобрать понять какой из них оставить одну оставить другое удалить то есть ну мне так проще когда я разделяю эти два этапа вот этот элемент он ну явно конфликтует в итоге в миксе со струнами из тем что они играют там мелодическую линию но пока я его создавал я был просто очень рад эмоционально вовлечен поэтому часто бывает так что удалить сложно психологически жалко просто вот ты полюбил элемент крутил его там что-то с ним делал но это необходимо вот не не бойтесь быть жестокими к тому что вы там накрутили нашли написали это на пользу музыки очень часто бывает это очень смешное место потому что это первый раз и на и последний раз в общем-то зависит за все произведение когда я разрешил себе написать какой-то такую музыкальную классическую выпендрежную фразу для струнных типа пассаж какой-то продолжают появляться вот эти элементы из меты сейчас я кстати прекрасно слышу этот синтезатор который арпеджио играет сейчас он не в обиженном состоянии находится не потому что он проиграет там еще прикольно тем что у него разъезжается фаза между основным сигналом и дилеем дилеем то есть то близко очень к основному сигналу немножко отклеивается и какая-то шизофрения происходит так и 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 ну вот видите как перкуссия много приносит да это райс из опять из белого шума все любят белый шум давайте вот здесь тоже посмотрим на вот этих ребят это вот ансамбль которыми рассказывал которые выгнаны с другой программы просто он здесь наиболее полноценно звучит во всем произведении три тембра немножко отличаются давайте послушаем каждый 1 2 3 самый агрессивный и к ним еще из них же сделаны статор эффект сломаны ну и мета вот мета но она и так было уже в общем то кто такой тоже мета орган из струнных одно из таких важных для меня решений в этом альбоме в том чтобы использовать минимум вибрации нас на струнных инструментах это не очень типично для современной музыки прям совсем не типично для симфонической скажем как современной музыки делает тембр таким очень статичным и ну вот послушайте типичный пример очень открытый аккорд кварт и квинт и больше ничего и много открытых струн там где они возможны больше ничего об этом решении сказать честно говоря это из фортепиано такой свуж и мета опять делает работу за всех здесь синкопированная сбивка кстати не знаю а да да я ее не просто сыграл я еще и нарезал тоже что придает и особый шарм а еще я сюда добросил сэмпл его пьянина и еще они добросил нет простите она замечена нет не стал так поступать и это происходит в барабанах тоже это сбивка барабаны и как бы вот выписанный статор эффект вас то же самое но сейчас не буду все инструменты то же самое происходит в общем везде где возможно это сделано на этом все друзья спасибо вам большое за внимание альбом доступен на стриминговых площадках ссылки вы найдете в описании надеюсь вам было интересно надеюсь это вам было каком смысле полезно и увидимся пока